Позавчера, 2 сентября 2023 года, в субботу, в России отмечался День Российской Гвардии. Такой день был учрежден 22 декабря 2000 года президентом Владимир Владимировичем Путиным в связи с 300-летием учреждения Петром I, царем Сия-Руси, это 1700 год, помним. Тогда так этот титул назывался, Русской Гвардии. Вот он учредил, царь Сия-Руси, гвардию, русскую, не российскую, русскую гвардию. Ну, поскольку сейчас в гвардии не только русские, все национальности нашей великой страны, мы называемся Российская Гвардия. Значит, сейчас, как Министерство обороны нам сообщило на своем сайте, я сегодня зашел, почитал, более 100 воинских частей и подразделений сегодня в Российской Федерации носят это красивое, гордое, величественное название «Гвардийский». То есть война продолжается, Путин подписывает, Владимир Владимирович, каждый месяц, где два раза, где один раз, в два месяца указ о присвоении почетного звания «Гвардийский». В Великую Отечественную войну, значит, гвардейскими были армии, бригады, войсковые соединения, батальоны, роты и так далее, и так далее до самого низового уровня. У нас были гвардейские подводные лодки, гвардейские корабли, значит, то есть танкам отдельным только не присваивались. То есть батальонам, ротам и другим соединениям, да, то есть это слово распространилось повсеместно. Значит, очень много гвардейских было таких вот и полков, и роты, дивизий, корпусов и армий. Значит, и достойно все это происходило. Так что, несмотря на то, что большевики в 1918 году разогнали царскую армию и отменили все полки гвардейские, и слово это было забыто, Но 18 сентября в четверг 1941 году постановлением, решением, вернее, министра обороны СССР, значит, введено заново гвардейское звание. Так что в первые месяцы войны это случилось. И в СССР праздник гвардейский, советской гвардии отмечался 18 сентября, тоже в сентябре, значит, в 1941 году. Это был четверг. Вот четверг – это благоприятно для учреждения, титула, звания, которое потом распространяется широко и имеет успех и достижения. А Владимир Владимирович Путин указ о дне российской гвардии подписал в пятницу, в день Голгофы, 22 декабря 2000 года, в пост, причем рождественский, в пост рождественский и в пятницу. Так не делается, это нельзя делать. Значит, ну, не соображают у нас люди наверху, когда что можно делать. Потому что армия также постится, молится, молится, носит крест, другие вероисповедания у нас. Надо уже эти вещи согласовывать. Надо советоваться с церковью, когда лучше сделать. Потому что дело ответственное и важное, но у нас, как обычно, это все понимают спустя годы, если вообще понимают. Так что сейчас у нас гвардия от 2-го числа в субботу отметила, это тяжелый период. Три года подряд гвардия российская будет воевать, суббота, понедельник, вторник. То есть все. Значит, до 26-го года, до 2-го сентября мы воюем. Три года тяжелых испытаний. Сейчас мобилизация мощная, скрепление кулака и сил. Суббота, потому что концентрация, воля, память и силы и так далее, подготовка. Потом понедельник, вторник, это уже движение, испытания, результаты. Конечно, потери, утраты, отступление, наступление и разного рода другие события. Так что до 2-го сентября 26-го года воюем. Гвардия российская будет задействована в военных операциях по полной программе. Причем в расширенном виде. То есть пополнение резервов, пополнение ресурсов. Сейчас вот эти вопросы будут плотно решаться в течение года, а потом 2 года подряд действует, действует, действует. Понедельник, вторник. Движуха. Движение вперед. По-армейски можно и движухой назвать, да. С юмором таким армейским, окопным. Вот такая история, вот об этом прогноз. Хотел вам об этом рассказать, чтобы мы не забывали эти памятные даты, памятные дни. Сейчас еще два видео, они связаны уже с событиями августа, последними днями. Я о них должен тоже вам сегодня рассказать. Сегодня, видите, видео много, но они коротенькие. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. Оставляйте комментарии, кто служил в гвардейских частях, у кого родители, будет интересно мне почитать, послушать, что-то прокомментировать. Все-таки высшее такое звание, армейское, гвардейское. И жду на приеме, как обычно. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok